Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в питомнике у Елены Ивашенко. По многочисленным просьбам мы снова говорим о розах. Нам пишут, что чаще, чаще, чаще снимайте об этих замечательных цветах, и мы постараемся ответить на вопросы. Очень многие сомневаются, что такие высокие укрытия, как у Лены, я такие же ставлю примерно на своем участке, они не будут спасать от морозов. Вот сейчас у нас начало декабря, и снежный топокров еще только-только, да? 1 декабря только выпал первый снежок, сантиметров 5-7, но уже приятно, уже шапочки появились на укрытиях, видите, дорогие друзья. Но при этом морозы у нас были до минус 10 и даже до 12 градусов по области, и вот не нужно же бояться за розы при таких морозах, потому что очень многие розы выдерживают до минус 25 и даже ниже в каталогах. Посмотрите, там есть прям эти цифры с морозостойкостью, но когда у нас еще укрытие, это же защита от ветра, от иссушения, да? И даже вот не важно, что оно такое высокое, практика показывает, что все это зимует. И нас спрашивают, а где вы вот такие надежные сорта покупаете? Да, собственно говоря, они везде такие надежные. Поймите, вот это если сорт, он имеет такую уже морозостойкость, где бы вы его не купили. Главное правильно ухаживать и правильно укрывать, вот как здесь, да? Вот мы сейчас вам ракурсы покажем, как вот укрыты розы и как они цвели летом. То есть вот мы здесь, например, стоим с Леной, у тебя розариум юторсом здесь, да? Розариум вот здесь, а рядышком супергрантаморы. Да, вот здесь вот, да, посажены они. То есть это такие огромные кусты, все усыпаны цветами, супергрантаморы, еще вот такой цветок, он похож награнтаморы, только еще крупнее, да? Да, а по устойчивости, как канадская роза, и цветет без перерыва, пышно, потрясающее цветение и стойкость потрясающая. Бархатные красные цветы, вот вы видите сейчас вот за нами это укрытие, оно сантиметров 80, наверное, да? Да, примерно, да, мы мерили 80 сантиметров укрытия, 80. Розы здесь защищены надежно, то есть, дорогие друзья, двойной спонбонд, вот, каркас тает, потому что у нас бывает оттепель, и вот этот вот снег очень тает, и он тяжелый, и ломаются вот легкие дуги пластмассовые, ломаются все в лепешечку, поэтому надо понадежнее закрыть, лучше каркас. Ну, это дуги из арматуры, из металлической арматуры. Да, арматурены, или можно стеклопластик тоже сейчас, вот есть бобины. Стеклопластик, и еще третий вариант, это арматурная сетка для детонирования, она тоже такая. Да, тоже очень удобно, да, и она его держит, нос оттепель очень часто бывает, а температура, вот Наташа говорила, минус 12, да минус 18 было, это в Чебоксарах минус 16 была температура, мне звонили покупатели, они все были в шоке и переживали, потому что снега нет, а температура такая нет, минус 16, минус 18 местами было, поэтому. Еще какие здесь розочки посажены, вот большой массив роз закрыт у Лены, там тоже единое там полотно, она его степлером скрепляет, и получается, что можно закрыть большое пространство роз. Да, 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 да. И там огромное количество сортов у тебя посажено, да? Да, вот очень мне нравится барон, конечно, Рошельд, но это как бы даже, его все уже заметили, все его хотят, просят его барон, шикарно, они высокие, стойкость великолепная, вот, а рядышком там еще Шнейвальцер, там группа сразу, как дерева они, помнишь, да, Наташа? Как дерева, да, 5 сантиметров в диаметре. И рядышком у меня посажены были, им уже лет 10, наверное, но они друг другу не мешают, растут прекрасно, цветут огромными-огромными шапками такими по 15 сантиметров, тоже хороший сорт, очень великолепный, вот, ну и фольклор там тоже рядом сидит, тоже хороший, замечательный сорт, вот, но еще есть в клумбах еще розы есть. Вот, кстати, сказать, дорогие друзья, опять к вопросу, где вы берете такие устойчивые сорта? Смотрите, когда я только начинала заниматься розами, это не только к розам относится, к любым цветам, вот я смотрела у соседей, то, что растет, обильно цветет, я просила для размножения или черенок, или поделить костик, или что-то. Вот Лене сейчас со всего нашего необъятного череночки, где мы начинаем экспериментировать, смотреть, размножать, вы знаете, очень много черенков, которые можно просто по фамилии называть, это целый перечень будет, вот. Но Лена не фамилия, и Лена присвоила им номера. Знаете, почему под номерами? Потому что очень похожих сортов, ну, множество, и вот, например, королевские клумбы, да, мы когда их показывали, все говорят, а там идет сорт под номером 44. 44-45, да? Да, да, они похожи. Мы их показывали, люди говорят, почему вы не называете сорта, а потому что вот это непонятно, что за сорт, может быть, это просто очень удачный клон какой-то. Может быть. Он похож на Августа Луизу, да? Похож, да, на Августа Луиза, но он меньше, и игра там цвета идет, цветы. Главное запах. Запах? У меня нет запаха, у Августа Луизы у меня нет этого запаха. Нет, а это потрясающе. Ты помните, Наташа, какой запах-то стоял, это ты говорил, что духи настоящие. То есть все здесь вот. И еще что интересно, на одном цветоносе цвет меняет температура, и что интересно, один цветок одного цвета, рядом другого цвета. Так что, дорогие друзья, это не то, что мы что-то утаиваем, просто мы не знаем этот сорт действительно. То есть вот где купили этот сорт, потом по годам себя показывает, что он устойчивый, что он обильно цветущий. Вот его и берут на размножение. Вот это как берутся, а не то, что вот мы прям вот, на нем какой-то знак стоит, как знак качества, да, надежный. Просто приходится вот так вот методом отбора что-то отсеивается сразу. Вот на моем участке, например, много сортов. Я вижу, что вот от некоторых я буду отказываться просто наоборот. А есть такие сорта у Наташи, которые мне предлагают, говорит, Лен, вот этот вот сорт возьми для размножения, очень интересный. Поэтому обязательно возьму несколько сортов. Так что вот вы посмотрите, там же под этим общим укрытием, вот этим единым полотном, номер 18, номер 22 там, да, вот мы показывали, летом это все снимали по фамилии, там можно и фамилию подписать, откуда пришли вот эти черенки. Так что вот откуда такие номерные, будем говорить, розы, у которых нет пока названия. Ну, Наташ, ну, потрясает, конечно, меня и всех, не только меня, это, конечно, номер 44, вот который, ты говоришь, на августе луизу похоже. Да, да, да. Это потрясающие, конечно, розы, они впечатляют. Еще раз, дорогие друзья, вот про укрытие мы много раз говорили, специально вот сейчас в декабре месяце собрались, чтобы вам показать. Декабрь, морозы уже были, снега нет, сейчас капает. И при этом вот у Лены из года в год зимуют стабильно, цветут так, что все удивляются, как это так, чем это вы их подкармливаете, что-то вы такое делаете, что вы такое про розы знаете, а нам не говорите. Вот все секреты мы вам рассказали. Да, и посмотрите на это укрытие, вот оно сейчас. Между прочим, вот многие боялись, что а как оттепель, а туда же все будет, и вот даже такой ветер, что говорить трудно, то будет туда все проникать. Вот я сколько раз проводила такой эксперимент у себя. Открываю это укрытие, смотрю под него, вот такая капель. Да сухо там? Да сухо-сухо. Нет, нет там особо-то ничего. Стекает, панвочек стекает все равно. Стекает, да. Частично все равно. Да-да-да, то есть вот опять же накрывает пленкой, а на эта пленка примерзла, наступила оттепель, у человека головная боль, ой, что же надо теперь ехать по этим сугробам, открывать эту пленку. Забудьте вы про нее, понимаете, забудьте. Ничего с вашими розами абсолютно не случится. Так что, дорогие друзья, не бойтесь сажать розы. Очень много устойчивых сортов, которые выносят и наши перепады температур, и сильные морозы. Главное, все правильно с ними делать. Ну, а задать вопросы вживую будем говорить. Есть возможность у нижегородцев, потому что Елена Ивашенко будет проводить семинар по розам 14 декабря в 12 часов в библиотеке Ленина. А вторая тема будет про выращивание корточковых культур. Тоже очень серьезная такая тема, потому что многие не имеют урожая уже давно. Не от вишен, не от слив. Будет читать Татьяна Викторовна Талызина. Вы тоже ее видели в наших сюжетах. Она заведующая питомником ГУП Центральная. А вообще это поселок селекционной станции. Так что приходите обязательно, будет очень интересно. И вот так пообщайтесь и познакомьтесь с такими замечательными специалистами. Продолжение следует...